Продолжение следует... Пределы и неравенства. В прошлый раз мы обсудили, как пределы взаимодействуют с арифметическими операциями, выяснили, что взаимодействуют они хорошо. Если пределы существуют, то предел суммы двух последовательств равен сумме пределов, предел произведения равен произведению пределов, предел частного, в общем, тоже равен частному пределу, только если... Ну, понятно, если частный предел определен, если предел знаменательный не ноль. Соответственно, в арифметике, помимо таких арифметических операций типа сложения, умножения и вычитания, бывают еще операции сравнения. Вы можете сравнивать два числа. И, естественно, дальше возникает вопрос, а вот как предел взаимодействует с операциями сравнения. И первая теорема, которую я хочу доказать, она, собственно говоря, так и называется, предельный переход в неравенствах. И это вот такое утверждение. Смотрите, вот, допустим, у меня есть две последовательности. У меня есть последовательность а-нная и есть последовательность б-нная. И, допустим, мне известно, что для всех n, скажем, а-нная не превосходит б-нную. Давайте даже не так. Давайте сделаем чуть более простое утверждение. Пусть у нас есть одна последовательность, а-нная. И мне известно, что для всех n, а-нная не превосходит какой-то константы c. Тогда я хочу сделать вывод из этого, что предел последовательности а-нной, да, я, конечно, предполагаю, что он существует. Значит, у меня предположение, что существует вот такой предел. Тогда мое утверждение состоит в том, что этот предел тоже не превосходит c. То есть вот такие вот неравенства, типа меньше либо равно, выживают при переходе к пределу. Все элементы последовательности не превосходили c, а значит, и предел тоже не превосходит c. Давайте докажем. Как будем доказывать? Нам понадобится определение предела. Это правда. Давайте напишем определение предела. Значит, для всякой ψ больше нуля найдется такое n большое, что для всех n маленьких больше, чем n большое. Давайте как-нибудь обозначим вот этот предел. Пусть он будет а большое. Для всех n маленьких больше, чем n большое. Расстояние от а n до а большого меньше ψ. Хорошо. Что дальше делаем? Написали определение. Это нам дано. Давайте рассуждать от противного. Это здесь хороший способ. Давайте предположим, что неправда вот это утверждение. Неправда, что предел не превосходит c. Давайте предположим, что наоборот, а большое больше c. Так, что-то новое. Давайте я картинку нарисую, что все это означает. Значит, у нас есть c. Это какое-то ограничение. Есть элементы последовательности. Про них известно, что они все не превосходят c. И есть то число, про которое мы думаем, что оно предел. И, соответственно, в нашем предположении оно будет выше, чем вот это ограничение. Если внимательно эту картинку посмотреть, то видно противоречие. В чем состоит противоречие? Да, ну вот как бы с одной стороны мы должны находиться близко к вот этой вот прямой. А с другой стороны мы не можем пересекать вот эту прямую. Да, мы должны находиться ниже вот этой прямой. По крайней мере, не выше. И, в общем, поэтому понятно, что вот за счет того, что здесь есть такой зазорчик, как бы одновременно такого сделать нельзя. Ну, по крайней мере, если мы потребуем достаточно близкую близость. То есть если мы потребуем, чтобы расстояние до точки А было бы достаточно маленьким. Понятно, что какое-то расстояние мы можем себе позволить. Вот, допустим, вот в таком вот коридорчике какие-то члены последовательности живут. И, может быть, даже там бесконечно много их. Может быть, даже все, начиная с некоторого. Но можно сделать такой коридорчик, в котором жизнь, в котором будет несовместима с тем, чтобы быть ниже вот этой прямой. Какой радиус этого коридорчика? Какой эпсилон взять? Да, стандартный наш прием. Значит, возьмем. Эпсилон равный. Можно взять я минус С, да. Ну, давайте я уж возьму я минус С пополам для гарантии. Да, хороший вопрос. Модуль нужно ставить или нет? А почему не нужно ставить модуль? Ну, потому что мы предположили, что А больше С, поэтому если я здесь модуль поставлю, то этого ничего не поменяется. Поэтому этот эпсилон гарантированно больше нуля. Важно действительно это всегда проверять. С одной стороны, вот эта штука – это то, что нам дано. Да, мы можем сюда поставлять любой эпсилон. Но любой, да не любой. Потому что можем поставлять только эпсилон больше нуля. За этим нужно внимательно следить, потому что, когда мы говорим, что возьмем эпсилон, равный чему-то там, какой-то формуле, ну, вообще говоря, не всегда очевидно, что эта формула нам будет давать обязательно положительные числа. Поэтому это действительно был хороший вопрос, что нам нужно здесь поставить модуль. Но в данном случае не нужно, потому что вот наше предположение. Мы работаем в рамках этого предположения. Поэтому такой эпсилон подойдет. Хорошо. Да, ну, а дальше что получается? Значит, вот мы взяли такой эпсилон. Теперь у нас есть вот такая вот окрестность вокруг точки А. И у нас найдется такое N большое, что вроде как, начиная с этого N большого, у нас все точки должны жить здесь, в этой окрестности. Ну, давайте я напишу, что вот такой у нас будет, допустим, N большого. А с другой стороны, они все должны быть меньше либо равны c. Ну, более-менее понятно, что это невозможно. Давайте посмотрим, как аккуратно сказать, что это невозможно. Значит, мы знаем, что существует такое N от A-C пополам. Такое, что для всех N больших, чем N, верно утверждение, расстояние от N до A меньше, чем эпсилон. Ну, давайте вот это вот неравенство с пределом перепишу в виде двойного неравенства. Ну, чего с пределом? С модулем. Перепишу в виде двойного неравенства. Значит, A-N минус A будет у нас с одной стороны меньше эпсилон, а с другой стороны больше, чем минус эпсилон. Да, вот условие о том, что модуль меньше эпсилон, то же самое, что такое двойное неравенство. Значит, C меньше, чем A. Да, модуль, кстати, однозначно раскрывается. Вы правы, можно было бы даже и не писать так. Да, можно действительно сказать по-другому. Значит, можно сказать, что так как по предположению A больше C, нет, ну да, окей, ладно. А больше C, а C больше либо равняется A-N, значит, модуль раскрывается однозначно, а именно A-N меньше, чем A большой. Значит, тут нужно написать его в другую сторону. Значит, модуль A-N минус A, это все равно, что A-A минус A-N. Значит, получается вот такое неравенство. Вместо эпсилона можно подставить A большой минус C пополам. Да, ну и давайте смотреть, что теперь получается. Значит, A-N теперь можно перенести. Сейчас, чтобы такого сделать. Давайте все умножим на 2. Давайте посмотрим. Значит, у меня… Значит, что у меня здесь происходит? Значит, во-первых, известно, что A большой больше C. Во-вторых, известно, что C больше либо равняется A-N. Камера, вот в это неравенство все верят? Хорошо, дальше. Значит, если A больше, чем A-N, то разница, то вот такое расстояние – это A-A минус A-N. Пока вроде, по-моему, прав, да? Все хорошо, да? Окей. Значит, таким образом получается вот такое неравенство. Ну и давайте посмотрим, чего здесь теперь будет происходить. Значит, давайте я A-N перенесу в одну сторону. Извините, пожалуйста. Я вот хотела спросить, зачем так сложно делать, если можно взять N от A минус C пополам и взять, грубо говоря, это N плюс 2. И тогда мы знаем, что оно лежит в этом коридоре, и оно побольше, чем C. Тогда мы нашли уже хотя бы одну оттенчленную последовательность, которая лежит выше C, значит, уже не выполняется. Ну да-да-да, мы ровно это сейчас доказываем. Ну, собственно говоря, я пытаюсь доказать… Слушайте, короче, я пытаюсь, на самом деле, сказать очень простую вещь. Я пытаюсь сказать, что вот эта вот нижняя граница этого коридорчика, она проходит выше, чем вот эта C. Да-да-да, именно это я сейчас пытаюсь доказать. Значит, давайте, A и N больше, чем A минус A пополам плюс C пополам. Значит, это есть A пополам плюс C пополам. Но поскольку C больше, чем A, по предположению, то это больше, чем A больше, чем C. А больше, чем C, поэтому… Смотрите, вроде сейчас получается железобетонная. Железобетонная цепочка неравенств. Значит, я говорю, что у меня… Значит, тут просто… То, что вы сказали, видимо, тоже правда, но вот эта железобетонная цепочка неравенств, которая показывает сейчас действительно всегда так. Значит, я перенес A, N в правую часть, вот эту штуку, в левую часть. Получалась вот такая штука. После этого я сказал, что… Значит, у меня осталось A пополам. Я оценил, значит, по предположению A больше C, поэтому A пополам больше, чем C пополам, и поэтому в правой части возникает просто C. Значит, я прихожу к противоречию с утверждением, что A, N… Значит, у меня было требование, чтобы все A, N были бы меньше, либо равны C. А выясняется, что все… для всех N больше, чем N большое, а N на самом деле больше, чем C. Ну, вот оно, это противоречие и есть. Как, нормально? Вроде работает. Кажется, что здесь должен быть еще какой-то зазорчик, по идее. Ладно, вроде алистично выглядит. Вот. Хорошо. Значит, то есть, например, возьмем N маленькая равная N большая плюс 1 и получим противоречие с требованием с утверждением, что для всех N, а N меньше, либо равняется, чем C. Значит, я просто сказал, что поскольку у меня… Ну, как, я хотел привести какой-то конкретный контрпример к вот этому вот исходному предположению. Значит, я здесь сказал, что они все, начиная с N большого плюс 1, будут удовлетворять вот этому неравенству. А тут я просто говорю, что, ну, давайте возьмем какой-нибудь конкретный, допустим, N большой плюс 1. И вот для этого N маленького будет противоречить сейчас вот этим вот утверждениям. Так, посмотрите, не наврал ли я нигде. Ну, я привожу конкретный контрпример. Но это некоторая формальность. Значит, понятно, что если их там бесконечно много таких, которые противоречат нашему вот этому предположению, то и уж один найдется. Но я его для пущей точности явно конструирую. Говорю, что вот конкретно вот этот вот товарищ с номером N плюс 1, он будет контрпримером к вот этому нашему исходному предположению. Вы нашли тот элемент, который противоречит условию, что они все не превосходятся. Да? По предположению. А больше C. Да. Ну, да, да, да. Вот. Хорошо. Ну что, доказали. Давайте я задам такой вопрос. Вот смотрите. Верно ли аналогичное утверждение, если заменить нестрогое неравенство на строгое? Верно ли, что если для всех N A N меньше C и существует предел A N равен A большому, то A большой уменьшится. Да, совершенно верно. Значит, ответ такой. Значит, неверно. Это, например, последовательность вот такая. Минус единицы, деленное на N. Это, на самом деле, очень важное замечание. Значит, у этой последовательности предел равен нулю. Несмотря на то, что все элементы для всех N N меньше нуля, но предел равен нулю. Это очень важное замечание. Оно говорит, что строгие неравенства не выдерживают переход к пределу. На самом деле, а что можно сказать из этого утверждения? Какой вывод можно сделать? Можно ли хоть какой-то вывод сделать? Да, значит, единственный вывод, на самом деле, который можно сделать, также лесбетанно, это, собственно говоря, вывод, который дается нам в предыдущей теореме. Понятно, что если выполняется вот это утверждение, то выполняется и условие той теоремы, которую мы только что доказали. И, значит, уж по крайней мере, не строгое неравенство нам гарантировано. А вот строгое может погибнуть, как показывает этот пример. Это важная особенность. Не все выживает при переходе к пределу. Вот, в частности, строгие неравенства не сохраняются, не выживают. Да, значит, если выполняется вот такое неравенство и предел существует, то единственное, что мы можем сделать, это мы можем применить предыдущую теорему. Понятно, что если оно меньше, то оно же и меньше либо равно, поэтому предыдущая теорема применима. И, значит, вот здесь можно поставить меньше либо равно. Да, смотрите. Значит, я говорю следующее. Во-первых, понятно ли контрпример? Вот, теперь, что можно сказать вот в таком случае? Ответ. В таком случае можно сказать только то же самое, что в предыдущем случае. Потому что вот что говорит нам предыдущая теорема? Она говорит, что если все чайные последовательности не превосходят С, то и предел не превосходит С. А если они все строго меньше, чем С, если здесь строгое неравенство, то вот это условие тоже выполняется. Меньше либо равно – это более слабое условие. Поэтому, если вот здесь будет знак меньше стоять, то вот эта штука тоже сработает. Вот это утверждение тоже будет справедливым. А больше ничего мы не скажем. Давайте я быстренько докажу следствие. Значит, если так оказывается, что для всех n n не превосходит bn и существуют пределы n и bn. Значит, если эти пределы существуют, то предел а n не превосходит пределы bn. n не превосходят и не превосходят пределы bn. Как доказать? Ну, можно так же, да, но тоскливо. Как бы побыстрее доказать? Не хочу передоказывать предыдущее утверждение, хочу на него сослаться. Да, но проблема в том, что она не фиксированная штучка. Она, значит, это обе последовательности, которые меняются при изменении n. А вот как бы нам получить какую-то фиксированную штуку? Ну, мы знаем, что у нас a n меньше либо равно, чем предел bn. a n меньше либо равно, чем предел bn? Нет, пока не знаем. О, отлично, спасибо. Как вас зовут? Полина сказала абсолютно правильную вещь. Это ключевая идея, как можно свести задачу предыдущей. Значит, перепишем наше неравенство в таком виде. У нас теперь слева разность двух последовательностей, a n и bn. И есть теорема о пределе суммы. Ну, понятно, что теорема о пределе суммы мгновенно превращается в теорема о пределе разности. Но особенно если у нас есть теорема о пределе произведения. Предел при n, стремящемся к бесконечности, a n минус bn. Ну, давайте я уже формально распишу. Это все равно, что вот такая штука. Это теорема о пределе суммы. По крайней мере, если... Ну, вот этот предел существует, а вот про этот предел мы вообще говоря не знаем, но сейчас узнаем, что он существует. Ну, действительно. Потому что это есть вот такая штука. И можно представить себе вот этот минус bn как произведение двух последовательностей. Одна последовательность тождественна равна минус единице, а другая последовательность равна b. Ну, и дальше можно по теореме о пределе произведения сказать, что это есть вот такая штука. Я сейчас нарочно пишу дико подробно. На самом деле, понятно, что в реальных условиях никто так подробно не пишет. Но поначалу хочется немножко потренироваться с аккуратным применением арифметики пределов. Теперь предел последовательности a n остается каким был. Что такое предел при n стремящемся к бесконечности последовательности, которая тождественно равна минус единице? Минус единице. Значит, мы знаем, что этот предел существует. И мы знаем, что вот этот предел существует, и мы знаем, что вот этот предел существует. Это обосновывает возможность применения теоремы о пределе произведения вот к этому пределу. Ну, значит, по крайней мере, вот этот переход коррекции, вот этот переход обоснован. Остается такая штука. Теперь мы видим, что у нас весь этот предел существует, потому что вот мы его нашли. Значит, обоснован вот этот переход. Мы теперь знаем, что мы имели право переходить от предела суммы к сумме пределов. Ну, естественно, получается, что предел разности равен разности пределов. Было бы странно, если бы было по-другому. Ну, вот совсем железобетонное обоснование мы только что привели. Вот. Ну, это, собственно говоря, была присказка. А дальше что мы говорим? Значит, мы знаем, что у нас для всех n выполняется вот такое неравенство. Это означает, что если предел вот этой штуки существует, то он тоже не превосходит нуля. Ну, а он существует, как мы только что доказали. Значит, эта штука не превосходит нуля. Ну, а теперь можно перенести в обратную сторону. И все доказано. Спасибо. 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 Ну, вот такая штука. Согласны? В общем, если бы я бы не захотел здесь продемонстрировать аккуратную работу с арифметикой пределов, или если бы я бы раньше вам доказал, что предел разности равен разности пределов, то доказательство этой штуки уместилось бы в одну строчку. Хорошо. Следующая теорема, которая нам понадобится. В российской математической традиции она традиционно именуется теоремой о двух милиционерах. Значит, я не знаю, нужно ли ее будет в какой-то момент переименовать в теорема о двух полицейских. Ну, вот пока что с той реформой МВД прошло уже 10 лет. А я пока все еще не переименовал. По-английски она называется либо squeeze theorem, либо sandwich theorem. В общем, кажется, это что-то говорит про разницу. Кто о чем думает в первую очередь? А, значит, теорема о двух милиционерах. А, значит, она говорит следующее, что, допустим, что у нас есть три последовательности АН, БН и ЦН. И между ними выполняются вот такие неравенства. Это же для всех натуральных АН. И пусть у АН есть предел, к какому-то числу А оно стремится. И у ЦН есть предел, оно тоже стремится к тому же самому числу А. А тогда БН никуда не денется, им придется тоже стремиться к числу А. О двух милиционерах, потому что вот эти вот товарищи воспринимаются как милиционеры, которые взяли под ручки некоторого хулигана и ведут его в участок. Один с одной стороны его ведет, а другой с другой стороны. И они оба стремятся к одному и тому же участку, поэтому хулигану ничего не остается, кроме как прийти в тот же участок. А вот. Я провел воскресенье на участке, к счастью, не в полицейском, и в избирательном, но, в принципе, сейчас эта теорема у меня вызывает некоторые флешбеки. К счастью, там не было такой угрозы оказаться где-то здесь. Вот. Давайте докажем. Значит, на самом деле ужасно простая теорема. Смотрите, давайте я такую картинку нарисую. Вот у нас, опять же, есть наши две последовательности, точнее, три последовательности. Вот у меня есть одна последовательность милиционеров. У меня есть другая последовательность милиционеров. И у меня есть хулиган, который находится между ними. Дальше. Если так оказалось, что… Давайте я нарисую какое-нибудь число А, к которому они все стремятся. Если так оказалось, что, начиная с какого-то момента, все вот эти красненькие и зелененькие точки лежат внутри некоторого коридорчика вокруг А. Ну, понятно, что синие точки, которые лежат между красными и зелеными, тоже обязаны находиться внутри этого коридорчика. Вот. Давайте докажем совсем формально. Значит, что мы знаем? Для всякого эпсилона большего нулева найдется такое. Давайте пусть здесь будет эпсилон 1. Такое, что для всех n больше, чем n1. Значит, что у нас будет? a, n. Значит, a, n – это у нас оценка снизу, c – это оценка сверху. Ну, хорошо, пусть будет a, n. Значит, расстояние от a, n до a большого меньше эпсилон 1. Для любого эпсилон 2 большего нуля найдется такое n2 от эпсилон 2. cn минус a будет меньше эпсилон 2. Значит, это то, что мы знаем. И давайте я немножко перепишу вот эти вот неравенства. Смотрите, давайте я напишу так. Значит, вот это вот первое неравенство можно переписать вот в таком виде. Или давайте я его перепишу в таком виде. a, n меньше, чем a плюс эпсилон 1 и больше, чем a минус эпсилон 1. И то же самое можно про cn сказать. cn меньше, чем a плюс эпсилон 2 и больше, чем a минус эпсилон 2. Вот. Ну, во-первых, ну, хорошо, давайте я пока просто делаю какие-то операции с неравенствами, а потом разберемся, какой n большой выбрать. Значит, теперь смотрите. Вот у меня есть, у каждого этих неравенств, я сейчас возьму по одной из половинок. По правую половинку или левую половинку. Давайте пойму, какую я хочу взять. Значит, я хочу сказать, что вот, например, у меня a, n, да, она ограничивает снизу. Значит, я хочу для a, n оценку тоже снизу. Значит, вот мы знаем, что a, n меньше либо равняется b, n меньше либо равняется c, n. Значит, давайте я теперь для a, n выберу вот такую оценку. А для ценного беру, наоборот, вот такую оценку. Ну, и давайте сделаем такую вещь. Значит, поскольку здесь вот эти вот две штуки, опять же, нам даны, ε1, ε2 мы выбираем сами. Давайте положим, ε1 равняется, ε2 равняется ε. Возьмем n большое. Какое n большое возьмем? Максимум из n1 от ε и n2 от ε. Тогда будет выполняться такое неравенство. Тогда для всех n маленьких больше, чем n большое, будет выполняться такая штука. Ну, а теперь смотрите, если внимательно посмотреть, вот b, n. И здесь сказано, что оно находится между a большой плюс ε и a большой минус ε. Ну, то есть как раз здесь сказано, что bn лежит, вот у нас есть, вот у нас есть а большое, вот у нас есть наша окрестность, ε окрестность, вот такая, ε окрестность вокруг точки a. Нам известно, что a, n лежит где-то здесь, bn лежит где-то здесь, и bn находится между ними, bn находится между ними. Ну, понятно, что оно лежит в той же самой окрестности. Формальное утверждение состоит просто в том, что это bn, оно действительно меньше, чем a плюс ε и больше, чем a минус ε. Вот. Ну, и все. И это то же самое, что утверждение, что расстояние от a большое до bn меньше ε, то, что нам требовалось доказать. Ну, опять же, во всех этих доказательствах есть две части. Первая часть, грубо говоря, нарисовать картинку и понять, что на самом деле происходит, и это такая содержательная часть. А вторая часть – это формализовать эту картинку и ваше понимание формализовать в виде каких-то неравенств. Но, в принципе, обе части важны, но важно понимать, что, скорее всего, без вот этого понимания вот до всех этих неравенств и додуматься будет очень сложно. Поэтому, с моей точки зрения, картинка первична, а всякие формальные оценки, формальные неравенства вторичны. Вот. Какие вопросы по этой теории? Окей. Тогда я еще хотел поговорить про арифметику пределов и про бесконечности. Все, что мы обсуждали до сих пор, все касается случая, когда есть конечный предел. Когда все пределы, с которыми мы работаем, конечны. А что делать, если возникают какие-то бесконечные пределы? Но вот тут жизнь становится гораздо интереснее, и возникают всякие забавные эффекты. Давайте поговорим про бесконечности. И первый пункт называется «Как нельзя». Давайте я покажу неправильный способ применения арифметики пределов, который приводит к неправильному ответу. Вы знаете мультик про Винни-Пуха? Там были неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Да, вот это примерно то же самое. Значит, давайте рассмотрим такой пример. Допустим, такой. Я хочу найти предел. Прямо стремимся к бесконечности. А такая последовательность. n квадрат плюс 1 разделить на 2n квадрат плюс 3. И дальше я буду пользоваться такими рассуждениями. Но я вижу частное. Давайте воспользуемся теоремой предели частного. Значит, запишем это вот в таком виде. Да, но что получается сверху? Какой предел сверху? Бесконечность. А какой снизу? Тоже бесконечность. Ну, бесконечность разделить на бесконечность. Ну, давайте сократим на бесконечность. Получается единица. Вот, где ошибка? Ну, если говорить коротко, то ошибка в этой цепочке равенств везде. Значит, нельзя было написать ни одного из этих равенств. Потому что бесконечность – это не число. Бесконечность – это некоторый специальный тип пределов. Давайте я покажу ту же самую штуку, только наоборот. Как можно и как нужно. Ну, действительно, первая ошибка, которую мы совершили, – это вот это равенство. Потому что мы знаем, что теорему о пределе частного можно использовать только в том случае, если предел числителя и знаменателя существует, и предел знаменателя не ноль. В данном случае предел числителя не существует, это бесконечность. Поэтому даже это первое равенство нельзя писать. Особенно говоря, именно поэтому, когда я вот здесь вот выше делал вот эти вот переходы, помните, я потом говорил, что мы доказали, что вот этот предел, допустим, существует, и вот этот предел тоже существует, значит, вот это равенство можно было действительно написать. Вот, как правило, эти самые рассуждения с арифметикой пределов, они устроены таким образом, что вы сначала как бы немножко в кредит используете теорему о каком-нибудь там пределе суммы и пределе произведения, еще что-нибудь в этом роде. А потом, в конце концов, доказываете, что это можно было сделать. Когда вы уже досчитали до конца, нашли все промежуточные пределы, когда вы их нашли, вы поняли, что они существуют. Раз они существуют, значит, можно было делать переход. Но вот здесь нельзя, потому что не существует предела. Ну, значит, как можно было бы справиться с этой задачей? Есть какие-нибудь идеи? Ну, можно вынести n квадрат. Да. Можно поделить числитель и знаменатель на n квадрат. Значит, это корректная операция. n квадрат – не нулевое число при всех натуральных n, поэтому мы ничего не поменяли. Но зато теперь жить стало гораздо проще. Потому что теперь можно преобразовать числитель и знаменатель вот таким образом. Ой, что-то у меня квадрат недостаточно высоко написан. Ну, а дальше можно… А вот теперь можно применить теремом пределе частного. Потому что теперь у числителя и у знаменателя конечный предел есть. Ну, опять же, формально нужно было бы сейчас сказать, что нужно каждое из вот этих вот пределов в числителе и знаменателе представить, как предел суммы, а потом сказать, что вот какой-нибудь увеличенной единицы, деленной на n квадрат, мы знаем, что у нас темится к нулю. Там доказывали раньше на семинарах по определению, это мы все делали. Ну, а давайте я просто скажу, что это будет… Что получается там? Одна, вторая, да? Вот. Так что совершенно не единица, как получалось перед этим. И этот пример, он на самом деле показывает вот какую важную вещь. Смотрите. Пусть известно, что… Что у нас есть две последовательности. Значит, одна последовательность стремится к бесконечности, другая последовательность стремится к бесконечности. Что можно сказать про предел их отношения? То есть, иными словами, можно ли придумать какое-то правило, которое бы позволило бы делить бесконечность на бесконечность? Вот как бы если бы мы знали, что предел вот этой штуки равен двум, а предел этой штуки равен трём, то мы бы точно знали, что предел их отношения равен двум третям. Это вот ровная теорема о пределе частном. А с бесконечностями можно ли хоть что-то сказать? От нуля до бесконечности. В смысле, от нуля до плюс бесконечности. Ну, во-первых, вот эти бесконечности без знака, поэтому эти самые штуки могут становиться как дико большими положительными, так и дико отрицательными. Да, но вот на самом деле про этот предел нельзя сказать вообще ничего. Он может существовать, может не существовать. Он может равняться любому вещественному числу. Например, как сделать, вот если я хочу, чтобы этот предел равнялся бы, скажем, одной десятой. Да, например, n делить на 10n. И у вас будет предел равен одной десятой. И точно так же можно сделать любое вещественное число. Можно сделать так, чтобы этот предел равнялся бы бесконечности. n квадрат делить на n. Значит, допустим, n на 10n стремится к одной десятой. n квадрат деленное на n стремится на бесконечности. Можно сделать так, чтобы он стремился к нулю. n деленное на n квадрат стремится к нулю. Короче, ничего нельзя сказать. Чему угодно может равняться. А говорят, что бесконечность, деленная на бесконечность, это неопределенность. То есть это означает как раз, что если мы знаем про предел числителя и предел знаменателя, что они равны бесконечности, и больше ничего не знаем, то больше мы ничего сказать не можем. Каждый конкретный предел такого вида, может быть, можно и посчитать. Вот, например, у нас здесь был предел такого вида, бесконечность, деленная на бесконечность. Но мы его преобразовали как следует и получили явное число конкретное. Но если мы ничего не знаем, кроме того, что здесь бесконечность, здесь бесконечность, ничего сказать мы не можем. Ну хорошо, все ли так плохо с бесконечностями? Бывают ли случаи, когда мы все-таки что-то можем сказать? Давайте я приведу еще какие-нибудь примеры. Значит, условно, арифметика бесконечностей. Давайте я сформулирую такое утверждение. Вот пусть предел а-н равен, скажем, бесконечности. Тогда предел последовательности обратных величин чему равен? Нулю. То есть, иными словами, что я говорю? Я говорю, что если у меня есть такая дробь, в этой дроби знаменатель становится дичайшим образом большим по модулю, то единица делить на него, сама по себе дробь, она становится дичайшим маленькой. И если мы можем сделать знаменатель сколь угодно большим по модулю, то вот эту дробь мы можем сделать сколь угодно близкой к нулю, сколь угодно маленькой. Давайте докажем. Это недолго. Давайте, как обычно, напишем, что у нас дано. Для всякого эпсилона 1 найдется такое. n1, что для всех... Точно. Это же дано нам, не эпсилон 1. Цен нужно написать. Для всякого c найдется такое. n1, что для всех n маленьких больше, чем n1. Модуль а n больше, чем c. И хотим доказать, что для всякого эпсилон больше нуля найдется такое n большого, что для всех n маленьких больше, чем n большого. модуль единицы деленное на n меньше эпсилон. Так, хорошо. И как будем доказывать? Да, значит, c находится в нашей власти. Мы его сами можем выбирать. И нам нужно построить вот это n большого. Мы можем пользоваться вот этим n большим первым. Значит, возьмем c, равное единице деленное на эпсилон. Мы знаем, что эпсилон положительный, поэтому единицу на него разделить никакой проблемы это не вызовет. А тогда положим n большого равен n первое от единицы на эпсилон. Для всех n больше, чем это n большое. Ну, чего мы знаем? Мы знаем, что модуль а n будет больше, чем единица на эпсилон. Дальше эпсилон положительный, поэтому можно неравенство умножить на эпсилон. Модуль а n тоже положительный, можно на него поделить. И получается такая штука. Значит, единица деленная на модуль а n меньше, чем эпсилон. И все. Это ровно то, что нам и нужно было. Значит, понятно, что модуль единицы деленной на а n это то же самое, что единицы разделенной на модуль а n. Поэтому иногда все-таки можно писать какие-то утверждения с бесконечностями. Можно было бы вот эту теорему неформально записать в таком виде. Можно было бы сказать, что единица деленная на бесконечность равняется нулю. Такое правило. Можно говорить все, что угодно, если мы придаем нашим словам какой-то аккуратный смысл. В одном случае я могу сказать так, что я могу такое равенство написать, не имея в виду, что это равенство теперь подразумевает, что эта бесконечность стала числом. Но это равенство – это просто короткий способ сформулировать ту теорему, которую мы только что сформулировали и доказали. Оно говорит, что если у нас есть последовательность, у которой пределы равен бесконечности, если мы единицу делим на эту последовательность, то получается последовательность, у которой пределы равен нулю. Да, но осторожно. Не на всякую константу. Константа – констант и рознь. Какую константу нельзя написать в числителе. Да, но бесконечность – это не константа, бесконечность – это тоже какой-то предел. А конкретную константу, например, 0, деленная на бесконечность, вот эта штука уже будет неопределенностью. Сейчас. А, нет, ру-ру-ру-ру-ру. Не будет неопределенности. Нет, здесь все хорошо. Да, любую константу можно написать. Любую константу можно написать. Вот. Хорошо. Давайте еще один пример покажем. В некотором смысле обратный к этой истории. Пусть у меня есть последовательность, у которой предел 0. Что мы можем сказать про последовательность обратных величин? Последовательность обратных величин будет обязательно стремиться к бесконечности. Ну, тогда последовательность обратных величин вообще не существует. Но давайте я здесь потребую еще, чтобы для всех n, а n просто не равнялась 0. Иначе просто там… Если у меня есть какое-то конечное количество нулевых шленов, я их отброшу. Любое начало последовательности можно отбросить. На предел это никак не повлияет. Если их бесконечно много, то действительно вот этот предел просто не будет определен. И поэтому это хорошее замечание. Да, давайте вот это дополнительно потребуем. Вот. Значит, я сейчас, наверное, даже не буду это доказывать. Доказывается оно ровно точно так же, как предыдущая теорема, только там в обратную сторону нужно все это сделать. Вот. Вот. Да, соответственно, коротко это утверждение можно записать, как единица, деленная на 0, равно бесконечности. Впервые со времен школы нам разрешили делить на 0. Нет, ну, как бы аккуратная формулировка вот такая. Вот это ее сокращенная мнемоническая запись, если хотите. Ну, это зависит от того, это зависит от разных факторов. Если вас просят доказать такого типа утверждения, то вы не можете просто так написать, нужно вот честно взять это дело доказать. Если вы делаете какие-то уже, если вы пользуетесь там арифметикой пределов и пришли к какой-то такой штуке, то, в принципе, можно. Да, а вот здесь уже, да-да-да, это как раз то, что я путался в прошлый раз. Значит, вот здесь вот можно вместо единицы написать другую константу, но 0 написать нельзя. 0 деленная на 0 – это неопределенность. Ну, если правильным образом определить, что это означает и с каким вообще объектом вы работаете. Ну, да, понятно, что вот все эти штуки, я еще раз подчеркиваю, что это не арифметические правила, а это правила работы с последовательностями. И здесь вот этот 0, он символизирует не число 0, а он символизирует последовательность, у которой предел равен 0. Поэтому тут это тоже важно понимать. Если буквально написано единицы делить на 0, то ответ делить на 0 нельзя. Но вот такие вот обозначения просто используются в качестве названия вот этих теорем, коротких ссылок на эти теоремы. Можно так по этому думать. Но давайте еще какой-нибудь пример посмотрим. А вот, допустим, вот такая вот штука, скажем, у нас есть. Вот, скажем, у нас есть вот такая бесконечность. Есть вот такая бесконечность. Вот что можно сказать про предел? Допустим, АН плюс БН. Да, проблема в том, что здесь написано «бесконечность и без знака». Поэтому, вообще говоря, сумма таких бесконечностей без знака может быть чем угодно. Потому что, например, бесконечность без знака в том числе включает в себе плюс бесконечность и минус бесконечность. Поэтому можно, например, рассмотреть АН равняется Н, а БН равняется, скажем, минус Н плюс 17. Обе стремятся к бесконечности без знака. При этом их сумма равняется 17. И она стремится к 17. Понятно, что вместо 17 можно было поставить любое число. Ну и понятно, что таким же образом можно было бы сказать, что АН плюс бесконечность, минус бесконечность, все что угодно. Другой пример. А вот так. Значит, если АН стремится к плюс бесконечности и БН стремится к плюс бесконечности, то их сумма, куда стремиться, тоже обязательно к плюс бесконечности, никуда не денется. Давайте мы это даже докажем. Значит, у нас есть для всякого С1 найдется Н1. Такая штука для всякого С2 найдется Н2. Такая штука – это то, что нам дано. А то, что мы хотим… Значит, хотим такую штуку для всякого С1. Найти такое Н. Так, давайте докажем. Значит, как нам выбрать Н большое по С? С1 пополам… Где пополам? Что пополам? Да, давайте просто положим… С1 равный С2, и оба они равны С пополам. И теперь возьмем в качестве нашего Н… Чем возьмем в качестве нашего Н большого? Ну, как обычно, да. Видите, все это делается примерно одним и тем же образом. Максимум, соответственно, Н1 от С пополам и Н2 от С пополам. Тогда… АН плюс БН. Ну как, можно просто взять, у нас есть вот эти два неравенства. Мы их просто складываем. Получается, что АН плюс БН больше, чем С пополам плюс С пополам. И это и есть С. Доказали. Но опять же, можно было, конечно… Вряд ли кто-то из нас держит в голове такого типа доказательства, но можно думать так. Окей, вот у нас есть такая штука – АН плюс БН. И известно, что АН можно сделать ужасно большим, и БН можно сделать ужасно большим. А большим – именно положительным и большим. Не по модулю, а именно положительным, буквально большим. Ну, значит, их сумму тоже можно сделать ужасно большим. Вроде логично звучит. И действительно работает. Но, как видите, когда у нас возникают такие разные штуки, разные работы с бесконечностью, у нас возникает уже очень много разных комбинаций. У нас бывает бесконечность без знака, бывает плюс бесконечность, бывает минус бесконечность, бывают нули, нули, может быть, числители, может быть, знаменатели. И все это разные истории. И можно было бы, конечно, сесть и выписать какой-то исчерпывающий список всего, чего бывает. Но запомнить такой список было более-менее невозможно, и применять его тоже было более-менее невозможно. Поэтому, собственно говоря, мы обсуждаем подробно все эти доказательства для того, чтобы у вас, с одной стороны, сформировалась какая-то интуиция по поводу того, как эти штуки работают, какие факты верны, а какие, скорее всего, не верны. А во-вторых, чтобы у вас была техника, которая бы позволила, когда вы с помощью своей интуиции поймете верно, как устроено это утверждение, которое вам нужно доказать, чтобы вы его могли доказать при необходимости. Потому что запоминать все эти доказательства невозможно. Выписать все теоремы такого типа, какие бывают, тоже невозможно. Вот я сейчас, например, выписал несколько теорем, в которых, скажем, вот эта история про деление, видите, у меня есть в числителе была просто константа. А бывают еще последовательности. А последовательности бывают, например, не только стремящиеся к какому-то конечному числу, но еще бывают, например, ограниченные последовательности. Можно, скажем, сформулировать теорему о том, что если вы делите ограниченную последовательность на последовательность стремящуюся к бесконечности, то получается тоже ноль. В общем, возникает куча-куча-куча разных утверждений, которые можно доказывать. И, в общем, нужно иметь некоторое представление о том, что эти бесконечности себя представляют, для того чтобы понимать, какие утверждения верны, а какие не верны. Поэтому мы так подробно обсуждаем все эти доказательства и заставляем всех эти доказательства понимать. Потому что это единственный способ, как можно не запутаться в таких штуках. Есть ли какие-нибудь вопросы? Про все эти штуки. Хорошо. Да, хороший вопрос. Допустим, можно взять плюс бесконечность и вычесть из нее минус бесконечность. Да, это будет тоже плюс бесконечность. Потому что, смотрите, как это можно понять? У нас есть какое-то число, которое дико большое и положительное. И вы из него вычитаете какое-то число, которое дико большое по модуле, при этом отрицательное. Такое дико отрицательное. Когда вы ставите здесь минус, дико отрицательное число становится дико положительным. Поэтому это то же самое, что предыдущие теоремы. Но вот если бы здесь была бесконечность без знака, то уже бы не сработала бы такая штука. Ну, хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. Спасибо. Спасибо.